Девушки отдыхают Подождите. Но в деловой сфере нет. Нет? В деловой сфере нет? Нет. Да. Хорошо. А вы считаете, что, допустим, Ирина Ясина, она из деловой сферы? Нет, даже не в деловой сфере. Понимаете как? Сейчас я скажу. Forbes Woman, это журнал, ну, по сути, получается, конечно же, не только про бизнес женщин, потому что она не бизнес женщина. И Прохоров тоже, по сути, не бизнес женщин. А Forbes Woman, это, если угодно, так сказать, убьет ли меня за это мой работодатель, это работница. Ну, работница, не знаю, начальница. Ну, это на самом деле так, да? Это про женщину, которая увлечена своим делом и в нем преуспела, скажем так. Так вот. Каким делом? То есть это может быть... Ирина Прохорова, это может быть сейчас у нас будет Ирина Антонова, легендарный директор Пушкинского музея. Да, да, да. Она сейчас у нас будет вот на обложке, которая выйдет через там две недели, да? Да. Вот. Не знаю там. То есть... Нет, бывали женщины и чисто деловоз. Ведь бывала у нас как-то в каске директор Волгоградского или Магнитогорского трубопрокатного завода. То есть, ну, действительно, женщина директор очень большого завода, да? Да, при этом реклама этого завода появилась, да, в холдинге, наверное? Нет? Нет, нет. Не появилась, нет? А зачем заводу реклама? Скажите, а вот, допустим, такой персонаж, как Алла Борисовна Пугачева, которая, как утверждает она, достаточно состоятельная девушка, у которой масса разных бизнесов. Вы совершенно правы, да. Но вы знаете, что... Вот в объединении, почему она никогда не может появиться на обложке вашего журнала? Принцип, который мы исповедуем, у нас не может появиться не только она. Мы вообще не берем, скажем так, медиа, персон, шоу-бизнес и так далее, просто потому, что их в огромном количестве берут все остальные журналы, да? Так. И зачем нам вот это... Потому что мне часто говорят, вот такая прекрасная там кто-нибудь, и вот у нее там бутик там тоже прекрасный, и она все это сама, или там что-то... Ну, я говорю, да, да. Хорошо. Вы начинали, журналистки, вы начинали в ВОК. Да. А ВОК-то, разве могла бы появиться Пугачева на обложке? Она и была. Была Пугачева, да? Да, да, да. Она и была, она была, вы знаете, в одном из... По-моему, на второй год существования ВОК. Вы работали тогда? Конечно, я работала с первого дня в ВОК практически. Семь лет. Долго. Она была просто совершенно неузнаваема, потому что ее... Ей сделали рестайлинг, как называть. Ей распрямили волосы, убрали назад, как-то убрали телку, совершенно как-то все там сделали красиво. Вот, и вообще... В общем, она там была, но она сама себя там не узнавала, но тем не менее, было прекрасное интервью. Да, но это было в 2000, наверное... Хорошо, тогда я спрошу, есть ли такая персона у нас в стране, которая может одновременно, с полным основанием, и это не вызовет никаких вопросов, появиться и на обложке ВОК, и на обложке вашего издания? ВОК-то, да? Да. Есть такая дама? Так... Ой, вы меня поставили в тупик. Хорошо, выходим из тупика, выезжаем из тупика. Я сейчас думаю, 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 думаю. Этот вопрос там остается. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...